День открытых дверей спортивных школ города Бреста стал настоящим праздником для детворы. На 65 площадках воспитанники кружков и секций с удовольствием показывали свое мастерство. Одной из самых зрелищных стала презентация Брестка из дюшер профсоюзов по видам борьбы. Борьба греко-римская и вольная, вообще самые древние виды спорта, из единоборств, которые появились на планете. Завел мальчиков и девочек в возрасте от 8 до и старше лет. Занимаются ребята в яркой форме дзюдо, называется дзюдо. Есть борьба в стойке, борьба в партере, есть различные виды бросков, болевых, удушающих. Очень много у нас соревнований, ребята выступают как по всей Беларуси, так и в Польшу, в Украину, в Россию. Тейквондо – это достаточно интересный вид спорта, это красочный вид спорта, это просто шикарный вид спорта, один из лучших, так как я с детства тоже занимаюсь этим видом спорта. Мои собственные дети личные занимаются этим видом спорта. Всегда красивая фигура для девочек, это физически развитые мальчики, мужчины в будущем, ну и защитники. Около 60 видов спорта развиваются в Брестской области. Из них почти половина входят в олимпийскую программу. На спортивном празднике презентации прошли по 47 дисциплинам. Свои услуги по подготовке спортивного резерва предлагают 7 центров Олимпийского резерва и десяток специализированных школ. Найти спорт по характеру и способностям может любой ребенок. У нас два отделения, это отделение конного спорта и отделение современного пятиборья. В прошлом году открылось отделение современного спорта. Это очень интересный вид спорта, включает в себя плавание, легкая атлетика со стрельбой, фехтование и конный спорт. Поэтому приглашаем всех желающих. Занятия очень интересные, очень многогранные, масштабные. Деткам всем очень нравится, как на лошадях прыгать в принципе, как и заниматься плаванием, легкой атлетикой. Поэтому будем рады всем. Мы штанги не поднимаем, нам это вредно. Чем больше мышцы, тем у них хуже реакция. У нас, если сравнить с фехтовальщиками, это Аполлона и Гераклона. Вот мы, нам нужны Аполлона. А Гераклона для другого вида спорта. Женский футбол с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Родители еще как-то 2-3 года назад, это какая-то была диковинка для родителей, для мамы, чтобы моя дочка играла в футбол. Я занимаюсь почти 3 года. Я пошла посмотреть на брата, мне дали мячик, чтобы я набивала. Мне нравится заниматься футболом, я хочу стать профессиональной футболисткой. Мне здесь нравится. Я играю в футбол с садика, но начала заниматься только 3 месяца назад. Такой централизованный день открытых дверей, где собраны все виды спорта, идеи Брестского горосполкома. И если в прошлом году все было в новинку и диковинку, то сейчас увеличилось не только число представленных видов, но и в разы стало больше посетителей. По прошлому году у нас практически тренера по некоторым видам спорта, таким как фехтование, стрельба из лука, не выходили на наборы. Потому что дети, увидевшись здесь, сами наполняли нам группы начальной подготовки, сами приходили, родители очень заинтересованы. Интерес проявляли посетители не только к традиционным для Беларуси дисциплинам. Скалолазание – молодой для нашего региона вид и только набирает популярность. В конце сентября в лихоатлетическом манеже откроются секции «Современный скалодром». А включение дисциплины в олимпийскую программу только добавит спортивного интереса и азарта всем, кого манят не только высоты горные, но и спортивные. Записаться в нашу секцию может кто угодно. Берем детей от 5 лет, именно разово попробовать, если брать вариант детской секции от 7. От массовости к мастерству этот спортивный слоган как нельзя лучше отражает суть праздника. Поэтому приобщиться к спорту можно не только через занятия, но и через олимпийское образование. Здесь на помощь придут плакаты, книги и буклеты, которые расскажут о земляках, героях спорта. Глядя на эти баннеры, которые здесь предоставлены, размещены представительством, где много спортсменов, уже завоевавших медали в этом 2017 году, есть кого брать пример, кем гордиться. Для брещан день открытых дверей – это хорошая возможность побольше узнать о спортивном многообразии видов, присмотреться, выбрать секцию для своего ребенка и даже пообщаться с тренером. Еще только выбираем. Она у нас маленькая совсем, ей 3 годика. Думаю, может попробовать художественную гимнастику. Мы шахматами занимались, и по-прежнему хотим заниматься. И на гонбол. Мы участвовали в роликах, мы ходим в роллер-школу. А вообще мне очень понравилось побольше таких праздников. Я получила огромное удовольствие. Присмотрели и футбол, и токвандой. Вот как бы ему понравилось, и шахматы понравились. А девочка до гимнастики, к сожалению, еще не доросла. Сказали, маленькая. Надо прийти в 4-4,5 годика. Но очень все нравится, что можно все попробовать, ввести себя проявить и действительно убедиться, нравится ли это мне и хочу ли я туда идти. Спорт – это дисциплина, здоровье и красота. Это успех. И чтобы добиться этого, нужно просто прийти в спортивный зал и привезти туда свою семью. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.